Главный санитарный врач по городу-курорту Лариса Медведева принимает поздравления. По словам заместителя главы Анапы Людмилы Мурашовой, служба этих людей из тех, что на первый взгляд как будто не видна, но именно от нее сегодня зависит благополучие жителей, а также безопасность отдыхающих. Когда мы идем по улице, мы не задумываемся или на пляж. Мы не задумываемся, что именно вот эти люди делают тысячи проб пресной и морской воды. Круглосуточно смотрят за здоровьем не только юных анапчан, но и ребят, которые приезжают с разных уголков России. Более того, сами едут ночью и нас еще туда вытаскивают. Вместе с ними меряем температуру и так далее, и так далее. Когда мы с вами идем в рестораны, в кафе, просто в столовые, наверное, мы никогда не задумываемся, заказывая то или иное вкусное блюдо, что эти люди уже побывали там и проверили качество и технологии приготовления и самого продукта. Мы просто идем и спокойно живем в нашем городе. Дорогие наши, огромное спасибо вам за ваш высокий профессионализм. Первые санитарные врачи появились в конце 19 века. В 1913 году их было 350 на всю Российскую империю. В то время на ее просторах не были редкостью эпидемии холеры, кифа. Ситуацию усугубила Первая мировая война, а затем и гражданская. Уже в 1922 году, когда еще шли бои, новая власть издала декрет о создании санитарной службы. В Анапе все началось с антималярийной станции. Доброго дня всем! Лариса Ивановна пришла работать в городскую санэпидстанцию в 1965 году. Вспоминает, как в их распоряжении был легковой автомобиль ЗИЛ, уже тогда раритет, а также несколько подвод с лошадьми. Тогда в городе отсутствовала канализация. Технологии производства продуктов питания были на низком уровне. Приходилось бороться со вспышками кишечной инфекции. В середине 80-х анапские санитарные врачи принимали пострадавших от землетрясения в Армении, а также аварии на Чернобыльской атомной станции. В итоге нарабатывался опыт, а болезни постепенно отступали. Сошли на нет все ежегодные массовые заболевания, вспышки. Достигнуто общее снижение инфекционных заболеваний, заболеваемости. Ликвидирована практически дифтерия. Вообще не было ее. Не было таких инфекций, как столбняк, полимерит, цепной брюшной тифр не регистрировались так же. Елена Ландина, коренная анапчанка, работает санитарным врачом с 1983 года. Закончила медицинский институт в Горьковской области. Специальность выбрала потому, что с детства и в семье, и в школе ее приучали к чистоте и гигиене. Всегда было чисто. Родители у меня были очень аккуратные. Но, может быть, это и возымело такой эффект для принятия моего решения. Самое главное в работе – это благополучие, естественно, в городе, городе Анапа. Это, естественно, профессиональные сотрудники. Сегодня санитарные врачи несут идеологию чистоты в повседневную жизнь. Лучших наградили грамотными и благодарственными письмами главы города. В руководстве муниципалитета подчеркивают, что без их труда Анапа не смогла бы развиться. Полноценный курорт и рассчитывают на дальнейшую помощь со стороны медиков.